Сегодня мы поговорим с вами о самом популярном в мире по статистике напитке, который вы употребляете каждый день и не задумываетесь о том, что это поистине яд. Я сегодня расскажу вам те факты, которые вы, скорее всего, не слышали о Кока-Коле, не только о обычной сахарной Кока-Коле, но и о всем известной диетической Коле, которую часто используют как альтернативу обычной Коле. Все знают, что в Кока-Коле куча сахара, красителей, каких-то ароматизаторов, но никто не понимает, что самое страшное содержится в банке Колы. Вы все думаете, что в Кока-Коле содержится обычный столовый сахар, но в Коле на самом деле содержится сироп фруктозы. Вот этот глюкозно-фруктовый сироп – это самый злейший враг вашего здоровья, кишечника, организма. У меня знаешь, чего тут? То, чего нет ни у кого. Что происходит с человеком после выпивания Колы по минутам? Ноль минут. Такое через 10 минут. Вот это через 20 минут. Вот это. Я расскажу сейчас попозже, ладно? Давайте начнем с самого простого. С состава в обычной банке. Содержится газированная вода, понятно, сахар в виде фруктозного сиропа, карамельный краситель, фосфорная кислота, ароматизаторы, кофеин и консерванты. Вы, наверное, все слышали, что в Кока-Коле много сахара, но не подозреваете, что в одном маленьком стаканчике Колы содержится 5 столовых ложек сахара. 5 ложек сахара с горкой. Это больше, чем рекомендуемая суточная норма, безопасное, скажем так, потребление сахара для взрослого человека. Один стакан Колы – дневная норма сахара. А если посчитать на большие объемы, мы же не стаканами пьем Колу, мы же банкой покупаем. Вот средняя баночка 0,33 содержит 8 ложек сахара, а литровая бутылка – 12 ложек, 12 ложек с горкой сахара. Вы наверняка слышали, и где-то это в источниках звучит, что Кола приводит к ожирению, к ожирению сердца, к ожирению печени, вообще к жиру, да? Причем тут жир и Кола. Вот это содержание жира, огромное количество сахара, огромное количество ароматизаторов, красителей и глюкозного сиропа угнетает ферменты в нашем организме, в поджелудочной железе, которые расщепляют жир, что, соответственно, ведет к появлению лишних килограммов. Если мы возьмем сахар, который содержится в Кока-Коле, то здесь, кроме прямого действия сахара на воспаление в нашем организме и так далее, еще есть такие выраженные эффекты, как, например, сахар в Кока-Коле вымывает витамины группы В. Вымывает важнейший элемент, без которого мы не можем с вами существовать – магний. Нарушает баланс фосфора, кальция, выводит из костей соли кальция. После того, как фосфор и кальций вымываются из костей, вымываются соли кальция, они попадают в кровяной поток и оседают где? В почках. Когда вы говорите, откуда у меня камни в почках, задумаетесь о том, что вы пьете на ежедневной основе. Если это Кока-Кола, то Кока-Кола 100% создала условия для того, чтобы камни в почках у вас в итоге образовались. Далее, сахар, который содержится в Кока-Коле, мы уже с вами это точно знаем, пагубно влияет на микрофлору нашего кишечника, вызывая рост патогенной флоры, вызывая рост плохих бактерий. Всё про кишечник, про хорошие, плохие бактерии, как они должны существовать друг с другом, почему это так важно, как это влияет на иммунитет, аппетит, сот. Вообще, в принципе, на наше с вами состояние, нормальное функционирование организма, я рассказываю на своём вебинаре, который называется «Здоровый ЖКТ». Это очень важный вебинар, где я пошагово рассказываю, как прийти к здоровью желудочно-кишечного тракта, если уже есть проблемы, или как превентивно не допустить развития тех или иных серьёзных проблем. И ссылку на свой бесплатный вебинар я оставлю в описании к этому ролику. Приходите, регистрируйтесь, будет очень полезно и интересно. Идём дальше. Кола содержит также фосфорную кислоту, которая в итоге разрушает костную ткань, уничтожает почки и разрушает зубную эмаль. Очень многие люди жалуются, что у меня всегда были нормальные белые зубы, а сейчас, наверное, после кофе или после употребления чая какая-то непонятная желтизна на зубах. Чаще всего это происходит не из-за кофеина и не из-за танина, которые находятся в чае, а как раз таки из-за фосфорной кислоты, которая разрушает зубную эмаль и добавляет желтизну вашим зубам. Также в Кока-Коле содержится достаточно много кофеина, который в избытке воздействует на сердце и нервную систему. Кофеин в нашей жизни и так присутствует в других напитках, там в кофе, например, в чае, в каких-то лекарствах. Но в сочетании с вышеперечисленными компонентами Кока-Колы он превращается в мощное такое ядерное оружие, которое разрешает, убивает нашу нервную систему и наше с вами сердце, сердечно-сосудистую систему. Также от Кока-Колы усиливается мочегонный эффект, от чего выводятся через почки полезные минералы, которые необходимы для здоровья костей, например, наших. И, кроме всего прочего, с помощью Кока-Колы очень быстро уходят из нашего организма магний, натрий и калий, вещества, без которых мы не можем с вами нормально существовать. Вы никогда не задумывались, почему Кока-Кола имеет такой приятный, скажем так, коричневый цвет, и даже люди некоторые говорят цвет Кока-Колы. Вот этот карамельный краситель, который используется для придания напитку цвета кока-кольного, его очень часто в различных исследованиях ассоциируют с возникновением раковых заболеваний. Но, кроме всего прочего, красители в Кока-Коле убийственно влияют на нашу с вами кожу, вызывают гиперпигментацию, какие-то пятна и пагубно влияют на нашу с вами печень. Печень и так испытывает очень серьезные нагрузки, нейтрализует различные химикаты. Мы посредством того, что мы пьем Кока-Колу на ежедневной основе, увеличиваем эту нагрузку в десятки и даже, скажем так, сотни раз. Давайте разберем, что происходит с организмом после выпивания Кока-Колы. Это очень интересная информация, о которой никто нигде не рассказывает. Вы пьете Колу, она проходит через рот, попадает в желудок, соответственно. Вспоминаем анатомию. Рот, пищевод, желудок. Через 10 минут, после того, как вы выпили обычную сахарную Колу, в этот момент большая часть сахара в Коле уже попала в кровь, что вызывает резкий подъем уровня сахара в крови. Соответственно, за счет того, что повышается сахар в крови, повышается инсулин. Сейчас внимание людям, кто имеет лишний вес и имеет инсулинорезистентность или сахарный диабет. Через 20 минут кофеин, который содержится в Коле, начинает действовать. Блокируются рецепторы аденозина в нашем головном мозге, и это приводит к бодрствованию и повышению активности нервной системы. Вы можете чувствовать через 15-20 минут после того, как выпили Колу, ощущение бодрости. Это как раз-таки действие кофеина. Через 40 минут после того, как вы выпили обычную Колу, организм уже, как правило, усвоил весь сахар, который там содержится, и весь кофеин. Это вызывает снижение уровня сахара в крови, что заставляет вас хотеть еще больше Колы или чего-то сладкого. В нашем организме есть такой нейромедиатор, который называется дофамин. Он отвечает за удовольствие, за наслаждение, за хорошее настроение. И через 45 минут после того, как вы выпили Колу, вот этот уровень дофамина начинает увеличиваться благодаря воздействию фосфорной кислоты и сахара, который находится в Коле. Вот этот вот эффект, он на самом деле, если посмотреть на биохимию, на биохимическом уровне и на химическом уровне, он сравним с эффектом героина. Так вот, через час после того, как вы выпили Колу, организм начинает выделять вещества, которые выводят из организма кальций, магний, цинк и натрий. За счет ингредиентов, содержащихся в этом напитке. А через 80 минут вы чувствуете дикую вялость и раздражение, потому что эффекты ортофосфорной кислоты кофеина и сахара, содержащегося в Коле, они уже усвоились организмом, они уже выведены. Вы чувствуете вялость, раздражение, усталость. И для того, чтобы вам почувствовать опять всплеск какой-то энергии, вам нужно либо опять выпить Колу, либо съесть что-то сладкое. Очень многие люди испытывают настоящую, скажем так, сравнимую с наркотической зависимостью от Колы. Это факт. Люди не могут отказаться от Колы из-за ее состава, о котором я уже рассказала. Но сахарозаменители и пометка диетическая, кола-зеро, пепси без сахара, шуга-фри не решают проблемы. Мы убрали сахар, глюкозный сироп из Колы, но добавили синтетические сахарозаменители. Это яд. Если вы откроете Колу без сахара, там написано либо аспартам, либо цикломат. Вот, например, цикломат, синтетический сахарозаменитель. Цикломат производят на основе, задумайся, нефти. Вот эта производная нефти – это очень сильный канцероген. Канцероген – это вещество, которое вызывает рак. Во многих странах цикломат запрещен. В составе газировки он обозначается как К952. Вот если вы видите К952, знайте, что пьете Кока-Колу без сахара и типа не получаете избытка калорий, которые в обычной Коле. Но, скорее всего, вы себя будете приводить к начальным этапам развития разных опухолей. Кстати, вот, опять же, если говорить о наименьшем зле, то, по сути, сахар – это наименьшее зло. Потому что вот есть сахарозаменитель, например, цикломат и аспартам, который ещё вреднее сахара. И как раз-таки, дорогие друзья, такие сахарозаменители ещё вреднее сахара. И что, наоборот, иногда можно включать в свой рацион для того, чтобы этот сахар заменить, я разобрала в своём телеграм-канале. У вас там прям будут списки, какие сахарозаменители ещё хуже сахара, а какие сахарозаменители можно употреблять без вреда для здоровья. Я оставлю ссылку на телеграм-канал в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь. У меня очень много там интересного не только по поводу колы, а вообще по поводу медицины, здоровья, красоты. И каждый день я что-то суперинтересное там публикую. Итак, пить колу в больших количествах на ежедневной основе, а что такое в больших количествах, это больше стаканов в день, это избыточное потребление сахара, это проблемы с костями, сердцем, нервной системой, это, скорее всего, недостаток, тотальный недостаток калия. Отсюда судороги, мышечная слабость, почечная недостаточность, риск развития камней в почках и в желчном пузыре, риск развития раковых заболеваний. Например, самый первый и очевидный – это рак поджелудочной железы. Поэтому с помощью сегодняшнего видео я хотела бы, чтобы вы просто в своей голове дали ответ на вопрос, стоит ли соблазняться на тот вот такой новогодний настроенческий красный грузовик из телевизора. Мой ответ очевиден. Кстати, мне очень интересно ваше мнение, дорогие друзья. Поделитесь своим мнением в комментариях по поводу Кока-Колы и не забудьте переслать этот шокирующий ролик всем своим родственникам и друзьям.